МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа, которая выполняется, должна иметь свое лицо, должна иметь товарный вид. Вот этого товарного вида на финишных этапах строительства, на финише, где уже можно посмотреть, как это все должно быть в конечном состоянии, видно, что там сделано некрасиво, некачественно. Те планы, которые намечены, они должны быть выполнены. И поэтому задача руководителей строительных организаций – организовать работу на объекте для того, чтобы эти планы были выполнены в срок и с необходимым качеством. Больше речь шла о тех внутренних ресурсах и внешних факторах, которые должны обеспечить рост производительности труда, повышение эффективности труда, то, что сегодня актуально для строительной отрасли. И поэтому это был главный лейп-мотив встречи. Через что? Через какие ресурсы? Через какие план, схемы действия обеспечить рост производительности труда? Какой дорожный эксперимент провели на Логойском тракте? Где в столице из-под земли земли бьет минералка? И почему некоторые способы борьбы с нелегальными граффити возмущают минчан? Ответы у нашего дежурного по городу Ольги Волосовец. Яркие краски всегда в моде. Столичная автоинспекция вела новое цветовое решение для дорожных обозначений. Эксперимент начали на обновленной магистрали Логойского тракта. Чтобы выделить островки разделения противоположных транспортных потоков, дорожники выбрали красный. И это не случайно. Яркий цвет поможет привлечь внимание автомобилистов и сделать движение еще безопаснее. Водители уже успели оценить новинку. Если ноу-хау приживется, такие обозначения появятся и на других столичных улицах. От природы с любовью в этом декоративно-питьевом источнике течет минеральная вода. Фонтанчик с ангелом, гордость серебрянки. Здесь вкуснейшая вода в районе, к тому же она почти минеральная. Вода сюда поступает из скважины глубиной 280 метров. Жидкость исследовали в научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии. Специалисты установили, что по химическому составу вода гидрокарбонатная натриевая, второсодержащая слабой минерализации, а значит полезная. Но как и любая минералка в умеренных количествах. Когда жарко, да, пью воду из источника, нравится вода. Считал, что практически минеральная вода течет отсюда. Пить можно. Когда я сюда заезжаю, я пью воду из источника, вода очень вкусная. На этой улице жест борется с граффитистами странным методом. Жители домов на Золотой Горке обратились на горячую линию СТВ. Горожан возмутило антиискусство от коммунальщиков. Нормально. Ну, уже надо было более эстетически подойти к этому вопросу. Могли бы хотя бы в тон перекрасить. Рабочие закрасили нелицеприятные надписи на стенах зданий бордовой краской. Вероятно, той, что попало под руку. Такой цвет явно не вписывается в имидж столичных пятиэтажек и режет глаз прохожим. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700 и помните на важные подробности. Против бетона нет приема. Нелепое ДТП произошло на улице Клары Цеткин. Водитель МАЗа забыл поставить машину на ручник. При этом мужчина не учел, что бетономешалка стоит на горке. Грузовик медленно выкатился на улицу, снес на своем пути дерево и врезался в припаркованный Митсубиси. В аварии никто не пострадал, а вот легковушке предстоит серьезный ремонт. Забота о маленьких пациентах. Масштабную реконструкцию проводят в 20-й городской детской поликлинике. Такую глобальную переделку в здании медучреждения делают впервые за 40 лет. Там утепляют фасад, меняют кровлю, уже поставили новые окна. А скоро приступят к установке современного медицинского оборудования. Пока идет ремонт, юных пациентов принимают в здании 5-й детской поликлиники. На 1 июля 2013 года поликлиника обслуживает 16 тысяч детского населения. В связи с высокой социальной значимостью данного объекта, строители стараются проводить ремонтные работы. Я надеюсь, что поликлиника приступит к основной деятельности медицинской в новом отстроенном здании в срок. Рандеву с прошлым. Минск на старых открытках можно увидеть в Музее истории города. Там открылась выставка, посвященная жизни столицы конца 19-го – начала 20-го века. Полсотни фотокопий открыток рассказывают об улицах и зданиях Минска, которые успели сменить название, а некоторые просто исчезли с карты города. Дополняет экспозицию коллекция старинных фотоаппаратов. Ценность этих открыток заключается еще и в том, что фотографы стремились отобразить не только саму архитектуру, но и, так сказать, этнографическую составляющую жизни города. Потому что мы видим меньшан, горожан 100-летней давности. Выставка, кроме того, что представлены фотографии, дополнена также коллекцией фотоаппаратов конца 19-го и до середины 20-го века – это фотоаппараты советского производства, так и большая коллекция немецких фотоаппаратов, ну и также японских. И в сегодняшнем опросе наши корреспонденты узнали, как часто меньшане ходят в музеи и какие любят больше всего. Со школы ходим в музей. Больше всего нравится музей Янки-Купал, там очень интересно. В музей хожу, люблю. Мне подобается музей с участником остатства. Вельми добрый музей. Редко посещаю, а больше всего, ну, наверное, наш музей краеведческий. Иногда, конечно же, хожу в музеи. Это, ну, обычно со школы, с классами. Там, например, музей Великой Отечественной войны, музей литературный, музей театра и кино. Великой Отечественной войны. Вспоминаешь все про своих отцов, дедов, посмотришь, все интересно. Художественная Мостовская галерея мне нравится. То, что там представлены именно местные художники Беларуси, ну и экспозиции меняются часто. Планировала на этот отпуск пройти по всем музеям. Последний раз была в музее Великой Отечественной войны. Ну, жду открытия нового музея, тогда обязательно на него схожу постреси. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которые всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!